И я приветствую всех у себя дома, здесь на кухне в тёплой ламповой обстановке. Сейчас будем обзор проводить. Я сюда приехал, я уже проводил стримы, вы уже это видели, но тем не менее, очень круто. Поехали! Короткое видео по обстановочке. У нас есть вопросы, которые пришли от подписчиков в телеграм-канале. И такие же вопросы абсолютно после стрима мне начали задавать на ютубе. Соответственно, как экспонировать предметы, какие новые решения для экспонирования, как хранить вещи и так далее, как их перевозить. Я вам сейчас расскажу, это буквально в двух словах. Итак, в первую очередь по транспортировке предметов. Как их транспортировать, как их убирать. Самый популярный способ это пупырка и пакет условно. Его я показывать не буду. Это не прикольно, не интересно и в том числе еще и травмоопасно для предметов. Самая лучшая тема это либо вот такие вот кофры, которые в принципе продаются, они стоят, наверное, где-то долларов по 5-7 в Штатах. Но тем не менее, то есть это того стоит за счет того, что вы просто предотвращаете какую-то порчу предметов. Также я еще вам покажу такой специальный кесет для предметов. Это такое как полотенце и в него вот так вот вставляются предметы в изолированные такие вот комнатки. Потом закрывается и закручивается. Это более компактный, но такой вот удобный способ. Еще есть чемоданчики вот такие вот. Очень страшно выглядят, но при этом я его, короче, когда купил, у меня был кинжал СА. Кинжал СА на цепном подвесе. Стоил хренову гору денег. Там несколько тысяч, несколько десятков тысяч долларов. И его мне привезли вот в таком вот чехольчике. И этот чехольчик, собственно, забрал. Это просто, ну, такое для хранения пистолетов, для хранения огнестрельного оружия. Хардкейс, который вот здесь вот даже с замочками идет. Это тоже очень удобная штука, но не у всех есть. Не у каждого дома такой предмет присутствует. Но вообще в целом удобно. И есть еще вот такой вот способ транспортировки. Вот просто в обычных кейсах с музейным стеклом даже. Они идут вместе с картонной коробкой. И просто вы его кладете в картонную коробку и несете. У нас так будет в следующий раз, когда мы с подписчиком договоримся. Как раз вот он понесет вещи ко мне на обзор. И как раз вот он приносит их вот в таких вот кейсах наших в картонных коробках. Там вообще все лежит. Ничего не надо никуда перекладывать. Это вообще самый охрененный способ, я считаю. Блин, я не планировал делать рекламу наших кейсов. Потому что их и так не очень много. Но получилось сделать рекламу. Слушай, а у нас же получается такая как аналогия на Биркин. На какие-то вот такие вот сумки. То есть ты, получается, можешь по идее заказать кейс. Но ты не можешь его прямо сейчас сразу купить. Для тебя его должны произвести. Правильно? У нас же их в наличии, нет? Для Крауа, смотри. Я говорю как Биркин. Понимаешь, как тяжелый люкс. В общем, здесь у нас три экземпляра показаны. Это три кинжала СА. Я специально их сюда положил таким образом. Потому что коллекционеры спрашивают. А как показывать предметы, если они, например, по клеймам собираются? Когда коллекционеры собирают их по клеймам, они собирают их вот таким вот образом. Потому что клеймо находится с тыльной стороны. И, собственно, тыльной стороной их и демонстрируют. Существует там два-три предмета, условно, которые лицом лежат. Как правило, это какой-нибудь поздний вариант с очень ярким травлением. Мы видим здесь, вот как вот на вот этом М7-36 варианте. И вот он лицом показан. А все остальные отвернуты обратной стороной. И показывается здесь конкретно клеймо. Клеймо. Клеймо здесь, кстати, вот не случайно показано. Вот этот предмет тоже будет выставляться, скорее всего, на аукцион. Либо через магазин. Здесь вот мы видим Эмиль Вуз, Клиттерман и Майер. Три достаточно редких клейма. И вот эти вот три клейма, они как раз идут как 5, 6 и 7. По шкале Зигерта. Дальше 8, 9 и 10 следующий идет. И вот так вот в несколько кейсов люди как раз упаковывают, можно сказать, если можно так выразиться, ту самую десятку. То есть это 10 кинжалов ЭСА, которые кладутся по редкости от 1 до 10. Поэтому интересное решение, оно опять же пришло от подписчиков. И пришло от подписчиков независимо друг от друга, от разных людей, которые стали собирать. Я хочу вот десяточку. Типа 10 подборка, плюс еще там пара поздних. Ну это прикольно. Это получается и экспонирование, и транспортировка. Потому что здесь, опять же, еще спрашивали, был такой вопрос, как здесь предметы крепятся. Предметы крепятся следующим образом. Мы с вами вот так вот берем, открываем кейс. Открывается он полностью вот так вот удобно. И в целом больше никак он и не крепится. То есть вот кинжал можно вытащить, можно спокойно им насладиться, условно посмотреть, осмотреть предмет. И потом дальше положить обратно. Соответственно придавливается он просто музейным стеклом. И здесь идет memory foam. Это специальный поролон, такой же, как для ортопедических кроватей. Там он утапливается, создается ложемент. И теперь он перестает давить на стекло. То есть на стекло нет постоянного давления. Тем не менее, это все нужно делать аккуратно и в постоянной влажности. То есть, если у вас где-то баня, бассейн и прочее, вот эти предметы не надо рядом с ними хранить. Я надеюсь, вы это понимаете. Дальше у нас есть еще по экспонированию несколько вариантов. Это подставки различные. Подставка, например, под шесть предметов. Это может быть как шесть отдельных кинжалов. Также это может быть и, например, кинжал-ножный, кинжал-ножный. То есть это будет тогда три штуки. Для цепных предметов здесь предусмотрена вот такая вот скоба. Но при этом еще есть с обратной стороны три крючка под однотипные, стандартные вот эти вот на кольце подвесы. Соответственно, сюда изначально вешались советские кортики образца 1940 года. И они там очень красиво смотрятся. Особенно если послевоенные, когда кортики уже кнопочные, они здесь смотрятся как раз втроем. То есть это на земле, в небесах и на море. Три предмета. Очень круто. По вот этой подставке еще здесь есть вариант вот таким вот образом размещать, когда они все идут несколько штук в параллель. Там пять, либо три предмета в параллель. Тоже смотрятся на экспозиции очень круто. Далее у нас есть еще подставки L-образные вот такие. Они тоже круто смотрятся за счет того, что здесь есть отдельно ложемент под ножны и отдельно ложемент под сам предмет. Для хранения это идеальная тема, потому что проветриваемый, хорошо обдуваемый клинок со всех сторон, это залог того, что если выпадет какой-то конденсат на клинке, то он быстро испарится и ничего с клинком не будет. Если же, например, у вас опять же там баня где-то пососедствует, вы открыли дверь, забыли ее закрыть или там как-то, ну вы понимаете, что-то происходит, это вам виднее, как у вас это будет. И туда попадет конденсат, то он может образовать такие вот скопления воды вокруг пружин, там где пружины соприкасаются с клинком. И тогда могут возникнуть пятна. Соответственно, если без ножны предмет лежит, то от пружин никаких пятен не будет. И еще книгу обязательно нужно купить, потому что книги эти уже редкостью начинают становиться, их осталось не так много у меня. И нужно будет повышать цену. С 2021 года, с сентября 2021 года цена на них не поднималась. Это 5900, как было, так и есть. Ну и где-то, наверное, до 1 июня мы с вами такую цену и оставим, потом дальше уже я хочу все-таки цену приподнять. Не поднимал я цену, потому что это не абы кому все эти книги шли. Я их продавал только лично и только, ну, по большому счету, своим. То есть подписчики видели эти книги, клиенты видели эти книги. Но сейчас уже, судя по всему, время приходит. Потому что, во-первых, время идет, во-вторых, кончается просто уже сам по себе тираж. Ну и новая книга о отравленных штыках тоже уже не за горами. Итак, сегодня мы с вами посмотрели, как экспонировать предметы, как их демонстрировать, как их можно транспортировать. И, собственно, про книжку тоже с вами пообщались. Еще раз хочу обратить внимание, что все предметы, которые здесь показаны, это военные трофеи. Это трофеи ветеранов, которые победили нацизм, фашизм и все, что с ним связано. И вот эти все предметы ветераны приносили к себе домой. Ветераны стран-победительниц. Это советские ветераны, это ветераны американские, которые набивали барахлом, надо и не надо, свои рюкзаки, отправляли их в Штаты. И благодаря этому у нас есть возможность подобные предметы крутить в руках. Потому что практически все, что здесь сейчас лежит на столе или стоит на столе, было привезено из Америки. Именно как военный трофей оно тогда было взято. На некоторые из этих предметов были даже бумаги, которые подтверждали факт отвоевывания в бою того или иного ножа. Да, забавно, конечно, звучит, но тем не менее, иногда в некоторых частях выдавались такие captured papers, которые являлись удостоверением или документом на трофей. Я эту тему изучаю. Я эту тему изучаю наравне с нашими, собственно, бойцами. Сейчас собираю фотографии трофейного холодного оружия, которое носили наши бойцы и командиры. И вот недавно было пополнение. Ну и, в общем, буду держать вас в курсе. Задавайте вопросы. Опять же, это видео было навеяно просто вашими вопросами с Телеграма и Ютуба. Следующее видео можно будет сделать таким же образом. Почему нет? Мне лично понравилось. Итак, еще раз большое спасибо всем, что досмотрели это видео до конца. Всем удачной недели и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok